трубочист приехал смотрите откуда я на лайф выходила вот здесь вот здорово сделалось обожаю здесь бамбуки просто прелесть причем посажены были где-то три года назад наверное маленькими такими у наташи взяла там несколько костиков тык 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 все растет прекрасно так а я пошла кидать дрова потому что какие-то тучки тут мне нужно их сложить они намокли хотя они все равно мокнут высыхают как-то так хочешь хоть сколько-то покидаю и разомнусь тем более лимфу погоняю красавица моя просьба рула кого я короче такая потому что у меня что-то начали ухи болеть среднее ухо блин не хотелось бы конечно никто мне не хочет помогать блин какой он поганец конечно этот денис орёт вечно ворчит не помогает блин муж такой кому-то достанется жуть даже трубку не берет наверху сидит играет бонжур в тюрна мессендж ридю 07 69 безобразие просто алло да помоги мне приди пожалуйста например дрова дрова я не могу почему ты не можешь я болею в смысле ты болеешь я болею у меня горло болит да где она у тебя болит то у меня болит горло ну приди просто рядом посиди поддержи мой моральный дух когда позже то играть у тебя не болит вообще-то здесь не холод здесь очень жарко кстати давай я тебя жду я одна не могу меня уже и просто сил нет никаких а это надо делать потому что дождь будет я не могу разбирать дрова ну немножко покидаешь мне поближе их не могу почему потому ну в прошлый раз у тебя чего-то там плечо какое-то плечико или коленочка нет в прошлый раз у меня голова кружилась голова кружилась сейчас у тебя еще что-то да у меня ничего никогда нигде не колет не ломит просто осталось всего ничего ладно на сегодня хватит так мне Денис немножко помог кидал короче он отсюда кидал мне поближе сюда короче вот ой в дождь пошел так я пошла машину закрывать тра-та-та-та-та доброе утро страна так отвезла утром рано Дениса на туда школку короче на автобус сидела монтировала там то сё Денис это что-то конечно у нас это что-то вчера мне помог немножко дров раскидать потом сдулся и пошел вдруг у него такая идея появилась ой в очках хожу короче у нас дождь у него появилась такая резкая идея хочу ножи поточить я же мужик надо ножи поточить я говорю Денис зачем нормальные ножи нет хочу и все короче сидел вот здесь вот точил но так как он из-за того что он все время в своих экранах и так далее он какой-то стал неловкий ну в принципе он и был такой да в общем в итоге смотрю тут тоже все побросал слился ножи все валяются он куда-то резко слился захожу в дом захожу в дом в доме на полу пятна какие-то то там то сям крови короче я так я поняла в чем дело я кричу ему а его нету короче Денис ты где наверху я говорю ну-ка иди сюда что у тебя там случилось да ничего иди говорю короче он вчера себе снес вот эту вот макушку пальца вот кожу с мясом как он это сделал я вообще понять не могу ну короче весь дом мне залил накапал везде кровью и вот это вот замотал кое-как короче пришлось его там залечивать намазывать зеленкой тем всем короче забинтовывать ну так как он эту макушку снес получается ночью у него там снялась это оно все задралось ну короче это блин это блин это Денис это капец я не знаю как он будет как он в жизни будет из-за этих вот экранов то что он в жизни не знает кроме экранов да маленький был такой же и сейчас такой же вчера позавчера попросила его постричь мне кусты вон там вон обрезать все ножниц больше нет как говорится Денис это что-то очень за него беспокоюсь за его будущее честно юху открытие сезона разгорайся давай мое место заняли блин не успели зажечь как вам тут мужина здравствуйте яночка дует к соседке на кофе у нас холодно непонятно вот утром очень холодно а потом после обеда жарко вообще непонятно а я потом поеду в гараж отвозить машину на виданш ну вот это менять фильтры там это все о-о-о о-о-о привет лошара лошара батушки мои привет красавцы чика-чика-чика ей хорошки хорошки зайки мона ты мона или как тебя зовут иди ко мне хорошие лошара Ты у вас есть клетка, ты видишь? Сейна. Ты у вас есть клетка? Сельвия, у вас есть клетка? Клетка в портале. Мер, ты хочешь мне их привезти? Мер, я тебе вернусь, я тебе дам вам кормить. Я тебе дам вам кормить. Я тебе перенесу. Я тебе дам вам кормить. И они все хорошо. А, да? Я думаю, что я возьму свою весту. И ты? Да. Две секунды. Две секунды. Ты у нас хорошо. Улала, как маленький. Улала. Иди сюда. Тра-ля-ля. Ла-ля. Короче. Лашашки. Лашашки. Закрыли вас тут, да? Вы хотите убежать. Мона. Мона. Ее Мона зовут. Мона. Иди сюда. Чик-чик. Это мадам козы лошади. Мадам козы. У нее там семя оказывается, мне сейчас сказала. Ты моя хорошая. Вя-вя-вя-вя-вя-вя. А это Билли. Билли и Мона. Смешные. Представляете, у нее там семь лошадей. Сейчас это соседка, у которой я кофе пила. Она такая говорит. Они вчера у нее убежали. Семь штук. И мимо такие меня проходят. И дочка ее идет. Она ей говорит. Каким-то таким голосом неприятным. Она говорит. Да. Воспитанница. То есть у них тут это. Между соседями тоже какие-то такие натянутые отношения. Блин. Так. Я поехала делать виданш. Сейчас расскажу потом там. На месте. Денис у нас сегодня дома по поводу больной головы. И вот. Он делает таким приборчиком. Такой приборчик. Такой приборчик. Проверяем. Батарейки. Рабочие они или нет. Потому что у нас такая куча их. Вот эти. А. Можно. Вот здесь. Смотри. Да. Проверяем. И все хорошие сюда откладывает. А все плохие выбрасывает. Потому что у нас их столько накопилось. Так. Дениса посадил делать эти батарейки. Прогульщика. Не. Ну может правда конечно голова болит. Фиг знает. Не поймешь тут их. Этих детей. А я пришла в этот дом. Чтобы здесь сделать. Получила кучу наклеек. Не по теме конечно. Но все равно прикольные. Велком на дверь. На входную. Смотрите какие прелести. На окошко. Так вот. Шторку открываешь. А там такие сидят. Ну так. Чтобы настроение создать. Дальше у меня будет обозначено где душ. Где туалет. Тоже такими всякими блескучками. И так же в туалет. И так же в туалет. Вот. Тут написано. Что не делать. Типа. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такая вот штучка будет висеть. И еще что-то. А еще вот такая вот палка. Сейчас я покажу на длинные ручки. Это вот по углам пауков собирать. Так. Мне починили все мои очки. Которые у меня были. Где-то дужки сломались. Где-то вот эти переносицы. Мне короче починили. Единственное что дужку поставили. Она с этой стороны. Вот эта вот часть. Она. Красная. Одна только. Какая-то. Но за ушами не видно. А так все нормуль. Так что теперь у меня куча очков. И больше я не буду у вас на экране. Вот с такими вот. Сидеть. Так. Я сейчас приклею короче. А потом вам покажу результат. Вот так. Не буду процесс показывать. Смотрите. Вот такая щетка. Которая с выдвижной ручкой. Да. Хопля. О какая выдвигается. И это для того чтобы снять по юкам. Вот так по углам. Видите. Вот так. Вот так идешь. И снимаешь. Если есть какие-то поютинки. Ну. Пока что я ни одной тут не увидела. Но. Иногда бывает. Знаете. Какие-то вот тут бывают. И все прекрасно. Отлично. Вообще. Она вот такая вот. Это. Пушинка. Все это тэмю. И все стоит копейки. И очень полезно. Смотрите. Какая прелесть. Вот на белом не видно. Да. Пауков иногда. А раз. И какая-то тонкая паутинка слезла. Вот такой вот щеточкой. Просто прелесть. Даже иногда на стенах. Смотрите. Какое я сюда зеркальце повесила. Угу. Просели зеркальце в комнате. Вот. Получите. За три копейки. Не буду же я сюда вешать в рамах зеркала. Хватит и такого. Такое не разобьешь. Как-то так. А еще вот. Смотрите. Заходишь так. Мау. Конечно это не про бумагу. Про бумагу я пишу им. Здесь еще вот. Красота. Вот так вот. Ну. Повеселее как-то. Еще есть у меня вот такая вот штука. Сейчас я ее на дверь повешу. Вот сюда. Юмористические такие тут. Тоже тут не написано конечно. Тут наоборот написано. Не оставляйте ни кулачка. Для ваших типа. Ну. С тем с кем вы живете. Ну что такое. Короче здесь вот это используют. Это используют. Про бумагу не написано что нельзя кидать. Но это просто юмористическая такая штука. А про то что нельзя кидать. Я отдельную штуку привешу. Это уже мне придется самой распечатывать. Как бы. Ну в любом случае. Вот. На винтах сейчас сюда привинчу. Все будет о чем. В туалетике сидя почитать. Правильно. Правильно. Потихоньку вот. Облагораживаем. Надо мне еще такую пластиковую полочку сюда купить. Какую-то. Эту я сделала сама. Лаком покрыла. Просто вот деревянную доску такую. И купила вот эти штуки. Такую полочку сделала. Еще в ванну заходишь. И здесь тоже получается вот. Be happy. Такая наклеечка. Ну что-то какие-то месседжи такие симпатичные. А также у нас теперь на двери. Как в отелях. Сейчас уже вижу, что криво приклеила. Вот такой welcome. Парам. Единственное, что она приклеилась с пузырями. Не по правильному я сделала. Их как-то надо гнать. А тут уже она прилипла крепко. Ну короче. Ну ладно. Будет типа. Эффект капелек. Вот такой welcome. Хотя может отодрать. Я боюсь, что я начну отдирать. Она очень крепко прилипла. Если я начну отдирать, то она потом криво ляжет. И как-то края не залипнут. Попробую иголочкой проколоть их. Пузырить. И выдавить. Ну вот так вот. Модно же, модно. Так. Теперь мне осталось на туалет и на душ, на дверь. Тут есть какие-то. Да. Вот это туалет. Женщина-мужчина. А вот это вот душ. Шоу вор. Что-то такое тут. Так. Поехали. Итак. Смотрите, сколько собрано. Вот эта куча вся на выброс. Приборчик вот такой. Короче. Оставили только хорошие батарейки. Денис все проверил. Я еще, конечно же, попроверяла. Короче. Выходит вот так. Ставите вот так. И вот так. С этой пипкой вверх. Вот, короче. Вот так ставите. И смотрите. Шкала, видите. Не двигается вот эта стрелка. Значит, плохая батарейка. Берем другую, которая более новая. И вот видите. Ну, еще послужит. Скажем так. Хоп. Хоп. А вот когда совсем хорошее, оно вот так идет на зеленое. Вот так. Хоп. Также и вот такие проверили. Тоже там кучи их выкинули. И вот так вот. Вон, видите. То есть она еще послужит. Короче, вот прикиньте. Полная вообще просто. Карабинка. Так. Мы знаете, что получили? Камера. Инспекцию. Которую ты настраиваешь. Вон я там. И можно видеть на... Уши себе. Посмотри, какие у тебя чистые уши. И можно, короче... О, это Денисовые уши. У-ла-ла-ла-ла. А где дырка-то ушастая? Стой. В общем, сейчас мы пойдем инспекцию машины делать. Чистые уже. О, вот они. Прикол. Чистые. Так, короче, инспекция нашей проблемы. Вот эта мешает. Не трогай. Ничего она не мешает. Ее нельзя снимать. Стоп, стоп, стоп. Я ее не снимаю. Она просто если отлетит, то потом еще одна проблема будет. Вообще не будет закрываться. Если туда не лезет, лучше не пихать. Сразу говорю. Она лезет, лезет. Продвинь ее по максимуму. Посмотри, что там за засор. Так. Смотри, кстати, там не светит какой-нибудь дырка какая-нибудь. Ну, то есть свет ты не видишь там. Если увидишь свет какой-то. Смотрите, все дети в школе, а он в пижамных штанах. Ха-ха-ха. Что опять? Осторожно. Господи, такое чудушка. Короче, бесполезно. Она туда не влезает. Сейчас будем там смотреть. В моторе. Не, не, не. Сюда в эту дырку не влезает. В моторе сейчас будем смотреть. Не в моторе, а в этом. Давай инспекцию. А, кстати, ты же можешь трубку вот через это увидеть, которая вот здесь в стойке. Куда она дальше идет? Нет, я не могу. Через эту штуку попробую, может, увидишь. Через эту? Ну, попробую. Сейчас нужно открыть. Ищем такую черную трубку. Помнишь, да? Да. Может, получится. Что у тебя там показывает? Сейчас. Ты сильно-то ее не дергай. Засунула и остановись. Там вон какой-то свет, камеры. Куда ты собрался совать? Сюда. Нет, сюда не надо совать, Денис. А что? А ничего. Нам нужно найти, где трубка. Короче, знаешь, как давай сделаем? Я сейчас отклипсую опять вот эту. Нет, не надо отклипсовать. Так, я вверх закрываю, а то холодно. О, стой. Трубку видишь или нет? Смотри. Ага, вижу, вижу. Так, трубку видишь? Саму трубку? Нет. Продолжаем поход. Я кроме тебя ничего не вижу. А, вот, вижу. Крути, крути. О, стой. Какой цвет? Самое главное, обратно ее не дергай. Вон там что. А это пол уже. На самой трубке не видно? Это ты уже туда до пола. Только самое главное, ее не дергай, чтобы она там ни за что не зацепилась и там не осталась. Так. Подожди, я покажу. А то мне отсвечивает. Вот, вот. То есть мы видим здесь на экране внутренность. А это что, ты выключил, включил? Да, вот эта яркость. Знаешь, где мне надо проверить? Сейчас капот открою, там внутри нужно проверить в машине. Смотрим горло, болит ли у Дениса. Стой. Основись не это. Не дергайся. О-хо-хо-хо. Прикол. Оно вообще не красное. Розовое нормальное горло. Не давали. Иди давай. Пам. Ты что приказать даешь? Прогульщик. Не прогульщик, но болит. Угу. Ты бы еще в задницу себе заснул. Смотрите, в носу, в носу. Прикол. А, ужас. Ухо, горло, нос. Кошмар. Короче, вот такая камерка. Включается на любой телефон. И поехали. От нее инструкция. Ну, конечно, у Дениса ручки в разные стороны дергаются. Я буду как-то спокойненько это проверять все в моей машине. Но единственное, что мы не рассчитали, вот это не влазит туда. Из-за того, что она вот такая вот дуля, вот это влезла бы, вот эта штука вся. А вот это по ширине не влазит вот в эти дырки, которые наверху. Но мне в любом случае нужно проверить все, что касается протечки, если она там есть. Протечка масла. И где именно. Поэтому будем смотреть через эту камерку. Так, а я здесь собрала кучу вещей на продажу. Ну, уже половину унесла отсюда. Уже все, которые выложила. Как бы у меня когда-то кипло. Пустые дни, скажем так, там. То я начинаю все судорожно продавать из дома. Скажем так. Ну, уже половина. Это вы не все видите. Здесь было вообще все заполнено. Половину уже выложила и унесла. Последний огурчик. Но не последние помидоры. Вы только гляньте. И там еще осталось. В общем, в день там по несколько снимаю. Тут даже клубника цветет. Дурдом. Дурдом. В общем, вот это мне все опять полоть, убирать. Ой, когда не знаю. Смотрите, как красиво сумах. Он становится потом вот таким вот. Яркие листья такие. Красно-желтые. Вот. Я думаю, Света, что это как раз нормальный период для пересадки. Потому что они сначала такими красно-желтыми становятся. Потом их теряют. И становятся голенькими. И как раз это отличный период. Они как сонные будут, пока до тебя дойдут. И ты нормально пересадишь. Так, я пришла в этот дом сфотографировать. Потому что сегодня приезжают шесть человек. Которые, кстати, тоже мне не отвечают по каким-то странным. причинам. И вот я вам пришла показать, как я тут вчера наклеила. Вот на туалете вот такая штука у нас. Теперь мэн-вумен. И здесь вот такая. Ну, хотя я сюда еще прилеплю папье туалет. Ну, то есть бумажку туалетную. Ну, не знаю. Такая наклейка была, короче. Ну, в общем, не срать. Газы такие тут. Смешная. Потом еще вот такую наклеила здесь. Так как у меня тема такая лесная. Вот здесь скатерть тоже такая. Видите, лесная. Какие-то растения там, то все. Мне захотелось такую сделать. Тушь. Финал. И здесь вон юмористические всякие надписи. Блин, а сейчас вижу криво. А ну-ка. Не, нормально. Как сидишь, нормально прилеплено. А стоишь, как кажется, криво. Непонятно. В общем, вот такая вот юмористическая надпись. Единственное, что здесь написано. Не оставляйте вашим друзьям ни клочка бумаги, типа. Ну, это юмор, типа такой. Но я думаю, что я это место либо заклею, либо еще рядом напишу. Что, типа, не бросайте ни в коем случае туалет. Потому что трубы... Ну, не трубы, вернее, а септик, короче. Так. Дальше в комнатке у нас вот так. Я там лью воду, чтобы посмотреть, не засорилось ли. В туалете проверила уже. В туалете уже проверила. Здесь тоже вот у меня давно льется. Как бы все нормально выливается. Короче, вот здесь на улице тоже проверила. Все нормально льется. Кто-то мне сказал, что у тебя узкие трубы. Это стандартные трубы. Неужели такие говняшки бывают? Не думал. Шире нету. Куда шире-то? И тем более, что шире оно все там забьет выход. Потому что в септиках тоже стандартный выход. Ну, как-то так. В общем, все проверила. Жду новостей. Потому что я что, тут консьержка им сидеть? Ну, как бы. Так, вот сюда на душ я какую-то другую закажу на клейку. Потому что она золотая пришла. А мне сюда как-то мешать не хочется стиле. Пусть все серебряное будет. И она такая не очень красивая. Поэтому закажу. Там они стоят евро с чем-то. Эти наклейки. Вот сюда вот для душа. Вообще можно сделать, типа, комната один, комната два. Как-то. И говорить им, типа, комната один. Вам открыто там или еще что-то. Ну, как-то вот. Постепенно-постепенно продумываем. Здесь мне нужно заморочиться шторку повесить. Чтобы красивенько было. И вот так вот. Еще у меня есть, кстати, барная стойка такая. Вот я не знаю. Может стоит сюда ее поставить. И два стульчика каких-то. Как бы вот так вот. И получается такая будет отдельная как бы кухонка. Подумаю. Подумаю. С одной стороны хочется сделать поуютнее. С другой стороны хочется сделать попроще для себя. Чтобы меньше убирать. И, соответственно, этим жильцам. Чтобы не это. Ну, не слишком. Так, здесь у меня фильтры есть. Фильтруши. Вот еще такая наклейка. Просто они мне здесь заляпали. Получается, что-то лили. И такой стол стал неприятный. Сюда поставила, чтобы они на нее ставили. Там чашку или что-то. Или даже вот эту штуку. Вот. Кофе я больше не даю. Я не миллионерша. Вон. Стоит в банке. Растворимый. Кто-то оставил из жильцов. А так, в принципе, соль, специи, масло. Так, масло мне не все вылили. На дне просто вообще. Я не знаю, что они с ним делают-то. Ну, ладно. Сейчас люди едут на один вечер. Я думаю, что им хватит. И этого тоже не слишком шикарно. Но на один вечер хватит. Тем более, что я людям написала, что тут запрещены праздники. И вот, я не знаю, в пятницу вечером они едут в шестером с целью тут праздник устроить или что. В общем, блин, люди все профиты, как говорится. Стелить я тоже теперь стелю. Там двухспальную. Вот шесть человек едет. Там двухспальную. А на два остальных места даю вот. Вот даю. Пусть как хотят, так и кладутся. Куда хотят? Сюда лечь. Либо наверх вдвоем пусть стелят. Либо сюда. Потому что я не знаю, где они выберут. Поэтому как-то так. Кстати, наверху я не знаю, видели вы или нет. Тут какой куст изобилия стоит. И вот это я здесь клеила. Такие фотообои. Так вот. Всяких навешала тут листов. То есть, получается, как джунгли что-ли такие. И вот здесь два такие топчена. Ти-дин! Здесь особо в полный рост, конечно, не встанешь. Но спать тихо, в тишине, прекрасно, отлично. Радиатор я отсюда убрала. Потому что снизу несется тепло. И здесь всегда очень тепло. Потому что когда они здесь включали, здесь было просто. Я боялась, что здесь все сгорит нафиг. Поэтому я его убрала. Представляете, не успела я отправить на прошлой неделе GoPro на замену. А у меня такой контракт, что я могу до двух GoPro в год менять. И моя, получается, сгорела. И не знаю как. В общем, я отправила только на прошлой неделе GoPro. И вчера вечером мне пришло сообщение от GoPro о том, что сегодня я уже получу, в 14 часов мне UPS доставка привезет новую. Представляете, сервис, да? Вот что значит покупать на официальном сайте. Так, а меня начинает уже напрягать то, что клиентка опять, вот, когда не отвечают, это значит что-то мутят. Короче, сегодня пятница, да? Я посмотрела, молодая баба работает в агентстве недвижимости. И забронировала на шесть человек на один день, пятницу. Может, конечно, они едут где-то, они там будут заседать, а потом, чтобы где-то спать, типа, чтобы не возвращаться домой. А может быть и нет. То есть, все, что я ей написала, приветственное письмо, вопрос, когда, во сколько вы приезжаете, предупреждение о том, что вы забронировали на шесть, и больше никого вы привезти, значит, не можете. И тишина опять. Как-то так. В общем, я не парюсь. Я сейчас скоро поеду за Денисом. В любом случае, я успеваю до трех часов у нас после трех заезд. Как бы я успеваю его забрать, приехать обратно. И если, значит, они приедут в большем количестве, или что-то мне будут с порога говорить о том, что, а вот мы и не знали, мы забронировали для праздника и так далее, то тогда снова будет до свидос. Да. У нас принципиально теперь. Ха-ха-ха. Я получила гоупрошку. Ла-ля. Ну, короче, они меня просили прислать только гоупрошку старую, без этих проводов, без этих аксессуаров, без коробки. И вот я получила новенькую гоупрошечку взамен. Тарам-пам-пам. Где моя малышка? Вот она. Ла-ля-ля-ля. Малышка новенькая. Совершенно новая. Смотрите. Супер. Так, все, сейчас проверим. Ну, вот и все нормально. Это заряжается. Ну, прелесть что. Ой. Там надо настроить мне, короче. Надо мне настроить звуки все эти, потому что у меня было по-другому настроено. Французский. Интересно, русский есть? Есть. Испания. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Тут было русский. Есть. Есть. А-а-а. Принимаю. Да. GPS включили. Гупрошка. Короче. Короче, сейчас покажу заводские настройки, конечно, но я все равно попробую их. Блин, так четко вообще. Красота. Ну, 6% пока что сейчас заряжается. Пусть. Красотышка. Короче, видите, как это делается ассоциация с камерой. Сюда. На телефон. Чтобы она ее признала. Вот у меня она пишет, что она ее признала. Она ее увидела, но батарейка маленькая. Там должно быть не меньше 20%. А здесь только 8%. Так что ждем. Не закрываем страничку. В общем, вот у меня тут зарядилась и идет инсталляция. Тра-та-та-та-та. Ну, вот на телефоне у меня почему-то настроен французский язык. На самой камере русский. Здесь надо мне в самом приложении, наверное, язык поменять. Ну, хотя и на том, и на том понимаю. Так, у нас Деня сегодня в кои-то веки идет к папеньке. Так он не очень хочет, конечно. Но папенька написала так строго, типа, во сколько за ним приезжать. По-моему, она готова. Да? Заряжается быстро. Ну, как, относительно, да? Ну, нормально, скажем так. Так что ждем-с. Люблю вот это вот новенькое настраивать. Сейчас настроиться, как раз поедем за день и в дороге ее проверим. Так вот, так вот, значит, а я чем буду заниматься, пока Дениса не будет? Я люблю вот слушать всяких блогеров, как и вы, выходить на какие-то лайвы, записывать видео. А также дровишки я уже раскидала. Завтра у меня съезжают эти же, то есть мне нужно будет тоже поднапрячься. А может быть сегодня вечером я даже поеду к Наташе на ужин. Потому что мы с ней так и не помянули Ивана. Ну, вот имеется в виду, вот, вот так не помянули, да? Так-то мы всегда разговариваем, всегда его помним. Но, ой, посмотрим, посмотрим. Мне самое главное, чтобы здесь вот эти мне опять не натворили каких-то нервных ситуаций, скажем так. Потому что вообще ни ответа, ни привета. Когда они там приедут, фиг знает. Я сейчас посмотрела, оказывается, я с Денисом еду чуть позже 15-ти, он приезжает. Но, раз уж я ждала от них ответа столько времени, ну, и они меня подождут. Если они даже приедут раньше, ну, скажу им, подождите. Сейчас приеду скоро. Так, губрушка все еще заряжается. А я тут могу на телефоне войти в мое облако, которое у меня тоже оплачено на год. И на котором стокируется. Вот я могу, например, отсюда начать съемку. Вот, смотрите, хопля. И она начинает съемку. Тарам-пам-пам. Вот, включена съемка. Такое дело. То есть, ей можно с расстояния управлять. Потому что ты, допустим, отходишь куда-то к другому дому или куда-то к дереву какому-то. Ставишь там где-то камеру эту. И она тебя издалека снимает. Вот, что здесь пишут. Да. В общем, и потом можно вот здесь вот посмотреть, что там наснимала. Вот, например, сегодня сняла. Это я когда у Ленки там была. Какие-то там видео. Это все на облаке. Здесь же это можно делать на этом приложении. Так что у нас здесь еще есть. Здесь есть... Не знаю, что... Альбомы. Какие-то альбомы, да, тут. Здесь есть... В общем, там хранится дофига всего. Вот, например, облако, да, что на облаке у меня уже загрузилось там. В телефоне я могу сделать. С телефона сюда тоже на облако скачивать. А также здесь есть вот... Мы можем делать монтажи. То есть берешь с таким, знаете, с озвучкой, с музыкой какой-то закадровой. С какими-то переходами там и так далее. Так. Сейчас мы попробуем на линии с вами сделать монтаж. Чтобы вы видели, как это делается. Вот у меня монтажи были, да, допустим. Это я делала с GoPro. Просто ей закачиваешь какие-то видео и делаешь из них монтаж, как тебе нравится. Сейчас вот один покажу вам. Так как мы с Денисом гуляли в каком-то... А, в нашем городке, по-моему, на Рождество. О, да, точно. Это я сделала такой типа анонс. Можно делать такие коротенькие видео, анонсы. Каких-то следующих видео. Долго думает, конечно. Короче, это очень долго думает. Вот я рекламные тут делала. Походы свои. Блин. Ну, короче, не судьба. Не судьба. Да, это вот то, что на телефоне. Можно, кстати, с телефона сохранять сюда. Вот на облаке или на телефоне. Можно с телефона на облако сохранять, да, какие-то вещи. Чтобы на телефоне память освобождать, раз ты облако оплатил. Ну и такое. В общем, короче, с монтажами сейчас не получается. Почему-то она висит. Но... А, он, наверное, просто все загружал. Это вот я сегодня ходила в тот дом. Или нет, это 11 сентября. Что-то такое. А, кстати, он предлагает сам монтажи какие-то. Вот это что? Это когда я Дениса в школу возила. Вот он предложил мне какие-то монтажи сейчас. Когда первый день, когда я его в Альбе возила. Сейчас позырим. Короче, он вот так вот делает это. Собирает все, что ты ему даешь. Кучу. И делает какие-то монтажи. Ну, это просто хаотично, да, взятые видео и фотки. Вот какой-то новый мне предлагает. Короче, в него можно добавлять, убавлять. Выбирать какой-то дизайн самому, какой тебе хочется. Потому что, если он берет все подряд, то получается как-то нескладно. А если нужно сделать какой-то анонс какого-то видео, допустим, то ты там уже сам вставляешь какие-то видео нарезки, ряд. Или фото нарезки, ряд. Что-то опять завис. А ну вот. Так, по-моему камера зарядилась. Смотрите, вот еще он мне сделал. Это как я Дениса в школу вожу. По такой темноте. На самом деле музычка подходит очень. Тревожненькая такая. Это я такая домой вернулась. Смотрите, такой в темени каждое утро. Потом пошла к соседке на кофе. А это что такое? А это я гоупрошку фотографировала, чтобы ее отправить. И, кстати, он все эти кадры собрал, короче, сделал мне. Вот я ее отправила, короче. Фотки все это надела. Прикол. Да. Прикол. Не, я доволен гоупрошкой. Я мечтаю какую-то уже следующую. Там это у меня одиннадцатая, там уже и двенадцатая, и тринадцатая вышла. Хочется вот это идти в ногу с новыми технологиями. Единственное, что я даже эту полностью не использовала, потому что там есть 5К. Вот эта видимость, знаете, такая сюрреализм, типа присутствие здесь и сейчас на экране. Хотя не у всех тянут так компьютеры, чтобы смотреть даже в 4К, а не то что в 5К, да? Но в любом случае я не могу этого делать, потому что на мои Xiaomi телефоны, к сожалению, это не идет. На мои вот эти вот монтажные программы, так скажем. Это нужно мощный компьютер, либо iPhone какой-то мощный, либо Samsung мощный. Тогда там все можно будет это делать. Поэтому я пока что как бы 4К, и то спасибо. Как-то так. Еще, кстати, у меня есть модуль для этой гоупрошки. Когда я ее покупала, там есть модуль звука. То есть он такой прямо модный. Вот одевается такой чехол, там все вставляется. Здесь такой микрофон с пушком таким. Палка еще вот эта есть, короткая такая. Ну то есть ходишь так вот, тычешь людям в нос там, если нужно интервью какое-то брать и так далее. Я говорю, я в полной мере еще не использовала ее, гоупрошку. Снимаю только вот, когда в дороге еду, либо там какие-то моменты, скажем так. Надо бы заморочиться еще с микрофончиком петеличным таким, потому что таким образом можно ставить куда-то гоупрошку, куда-то отходить, подходить вот так вот, чтобы более профессионально было. Но блин, я еле-еле выруливаю среди фактур всяких и всяких платежей. Сегодня собралась заплатить эту фактуру просроченную за электричество и вижу, что я не могу ее сделать на линии. Мне нужно туда к ним тащиться. Ну, правда, они дали 15 дней. И такая, иду в почтовый ящик, что я вижу фактуру заводу, блин. В общем, пипец, короче. Какие тут могут быть еще там аксессуары, как говорится. Поэтому, если кто-то хочет еще помочь Яночке бедной, которой нужно заплатить таки адвокату вот этот следующий платеж и не остаться с нулем, что я не смогу типа заправлять вообще бензин в машину, если кто-то хочет еще кинуть, потому что там не собралась еще вся денежка, то огромное вам спасибо. И ссылки на Donation и на PayPal и на карту Мир Еленину подружки в описании под видео. Еще раз огромное спасибо. Так, пробуем, пробуем. Нет, 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 не вставай туда. Это зеркало горится. Широкое экран. А, вот оно. Оно такое выпуклое становится все-все. Нет, мне не подходит такое. Сейчас я сделаю другой формат. О, еще вот так можно сделать. Сразу. Все такое. Тут еще есть гипервью, знаешь, который вообще гиперширокий угол обзора. Все такое выпуклое. Вогнуто-выпуклое, короче, получается. Прикол. Вот это супервью называется. Вот такой угол обзора. Ого. Глянем. Такой очень широченный угол обзора. А вот линейный все прямо. Мне кажется, линейный самый лучший. Короче, оставляем его. Прикол. Кстати, здесь я поставила функцию, которая начинает съемку за 30 секунд до нажатия кнопки. То есть я успею увидеть какую-то белочку на дороге, потому что камера начинает автоматически снимать за 30 секунд до начала. До нажатия. Смотрите, какие функции. Прикол. Смотрите, все. Собрала все дрова. Осталось мне тут загребсти вот это вот. Шлабуду. Вот это нужно отвезти. В общем, понемножечку, потихонечку. У меня сегодня есть желание поехать к Наташе, потому что такой хороший день. Сейчас день отчалит к папе. И я поеду к Наташе. К сожалению, видео я смонтировать то, которое в дороге записывала, когда с Денисом ездила, не смогу. Потому что оно получилось в 5к, самое высокое разрешение, типа. И мой, ни телефон, ни мой компьютер его не поддерживают. Короче, поэтому не получилось. Ну ладно, в следующий раз. В общем, я очень рада, что гоупрошка работает, новенькая. Так что теперь снова и снова будем записывать всякие прогулочные и поездочные видео. А то я еду как без рук, понимаешь. Потому что не могу ничего записать на ходу. Кстати, здесь я поставила функцию, которая начинает съемку за 30 секунд до нажатия кнопки. То есть я успею увидеть какую-то белочку на дороге. Потому что камера начинает автоматически снимать за 30 секунд до начала, до нажатия. Смотрите, какие функции. Прикол. Смотрите, все. Я собрала все дрова. Осталось мне тут загребсти вот это вот. Шлабудум. Вот это нужно отвезти. В общем, понемножечку, потихонечку. Но у меня сегодня есть желание поехать к Наташе. Потому что такой хороший день. Сейчас день отчалят к папе. И я поеду к Наташе. К сожалению, видео я смонтировать то, которое в дороге записывала, когда с Денисом ездила, не смогу. Потому что оно получилось в 5К. Самое высокое разрешение. Типа. И мой... Ни телефон, ни мои компьютеры его не поддерживают. Короче, поэтому не получилось. Ну ладно, в следующий раз. В общем, я очень рада, что Глупрошка работает. Новенькая. Так что теперь снова и снова будем записывать всякие прогулочные и поездочные видео. А то я еду как без рук, понимаешь. Не могу ничего записать на ходу.